Уважаемые коллеги, мы проводим заседание диссертационного совета ПДС 0200.001 от 24 июня 2022 года, протокол номер 10. Здравствуйте, добрый день, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, коллеги. Утвержденный состав диссертационного совета 15 человек, присутствует 10 человек, в том числе 6 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Таким образом, форум есть. Разрешите открыть заседание. Никто не разрешил. Спасибо. На повестке дня защиты диссертации Кравченко Николая Юрьевича на тему компьютерное моделирование акустической калитации в жидкости. Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей, факультета физико-математических и естественных наук РУДН Кулябов Дмитрий Сергеевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей РУДН. Официальные оппоненты. Доктор физико-математических наук Гленков Юрий Анатольевич. Доктор физико-математических наук Перепетлин Евгений Евгеньевич. Кандидат физико-математических наук Киреева Ольга Ильинична. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Сыскатик Кравченко Николай Юрьевич, 1970 года рождения. В 1998 году окончил регистратуру Российского университета Дружбы народов по специальности физика. С 1998 по 2001 годы обучался в аспиратуре Российского университета Дружбы народов по программе подготовки научно-педагогических кадров. По управлению соответствующей научной специальности 01.04.02. теоретическая физика. В период подготовки к диссертации являлся аспирантом, ассистентом, старшим преподавателем, а затем датюсантом научно-продавательного института физических исследований и технологий факультета физико-математических и естественных наук РУДН, где работают в настоящее время. Диссертация выполнена на кафедре в укладной информатике теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДН, Российского университета Дружбы народов, научный руководитель, доктор физико-математических наук, доцент Рябов Дмитрий Сергеевич, профессор в кафедре в укладной информатике теории вероятности РУДН, материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения посудения ученых в степени и Российский университет Дружбы народов, все документы имеются в личный взгляд. Имеются ли вопросы в связи с соглашением документов? Есть? Спасибо. Тогда слово предоставляется соискателю для доклада. Просим. Спасибо. Дубаково уважаемые председатели диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного совета, оппоненты, гости. Представляю диссертацию на тему компьютерное моделирование акустической кавитации в жидкостях. Вообще, это несколько слов кавитация. Это группа явлений, которая связана с образованием в жидкостях полости, так называемых КВ, которые с течением времени расширяются, отжимаются, коллапсируют. И существует два вида кавитации. Гидродинамическая, которая возникает при движении слоев жидкости относительно друг друга в областях разрежения. И то, что мы рассматриваем, это кавитация, акустическая кавитация, возникающая при воздействии акустического колебания, то есть акустической частоты и давления на жидкость. В этом случае возникающие каверны коллапсируют, совершают расцилляции, видно, рассматриваем эти явления. Но кавитация на самом деле явление в некотором смысле опасное, потому что в данном случае мы видим гидродинамическую кавитацию на лопастях, на грибном винте, в результате, в котором это приводит к разрушению грибных винтов. И вот на слайде показаны последствия кавитационного износа вплоть до практически полного уничтожения грибного винта. С точки зрения промышленности кавитация явление очень используемое в промышленности. Я не буду полностью останавливаться на всех подробностях. При производстве металлических порошков, изготовлении добавок к различным видам топлива, интересно, мы потом про это отдельно поговорим. Дальше, изготовление, закалка стальных изделий, при закалке стальных изделий. Но особо следует отметить, что в медицине кавитационное явление значений использования кавитации нельзя никак уменьшить. Например, в нейрохирургии используется кавитационный режим, в ультразвуковой хирургии фактически можно сказать, что современные операции с использованием кавитации проходят без хирургического вмешательства. То есть происходит разрушение клеток путем кавитационного воздействия. Здесь я, наверное, не буду перечислять болезни, при лечении которых также используется кавитация. И все это говорит о том, что явление интересное, явление нужное, его нужно использовать, исследовать. Одни из первых публикаций нашумевших были в начале 2000-х годов. Это статья в журнале Science, статья академика Нигматулина с коллегами Таилер Хана, в котором, как один из моментов, они пишут, что это статья по экспериментальному исследованию кавитации. И здесь они пишут о том, что температура, наблюдаемая внутри кавитационных пузырьков, экспериментально достигает 10 в 6-й, 10 в 7-й степени келлеров. Мы в связи с чем возникает... Мне кажется, здесь немножко... Нет, это не получится. Там картинка немножко шире, чем должна быть. В связи с этим возникает работа, и воведение этой работы, я кратко оглашу, обосновывается актуальность, дается обзор литературы, формулируются цели, задачи и научные знания. Ну, вот несколько слов про цели. Цель – это создание модели акустической кавитации в жидкости. И для достижения этой цели необходимо решить несколько задач. В частности, рассмотреть кинетику гомогенной эмпиляции, определить условия термодинамической устойчивости – это очень важная задача. Создать модель, математическую модель акустической кавитации, программу для численного решения основного уравнения кавитации. Собственно, это численное решение провести и исследовать процессы, протекающие по действиям мощных импульсов тока, так называемая искровая кавитация. Обычно, ну, да не знаю, немножечко, только скажу несколько слов. Главное отличие при работе от всех других в том, что здесь рассматривается кавитация гомогенная. До этого было много исследований, связанных с гетерогенной кавитацией. То есть разница состоит в том, что в гомогенной кавитации мы считаем идеальную жидкость, в которой нет заранее известных зародышей кавитации. В отличие от гетерогенной, в которой уже есть вкрапления. Положение, выносимое на защиту, это сама постановка задачи о динамике кавитационного пузырька. Методика численного решения основного уравнения кавитации. Третья – это программа, то есть численный код решения основного уравнения. И четвертая – программа для определения времени появления первого зародыша. Ну и первая глава начинается с уравнения Нолтинга-Непайреса. Это уравнение, которое описывает динамику кавитационного пузырька. И основная наша задача состоит в том, чтобы численно решив это уравнение, определить вот эту вот величину, то есть отношение конечного радиуса пузырька к начальному радиусу, ну, либо наоборот. И таким вариативным параметром здесь является вот это ПАТ – это давление, меняющееся с течением времени. Это внешнее давление, и форму этого давления мы можем задавать абсолютно произвольно. Предлагается вот это давление задать тремя разными способами. Первый – это так называемое синусоидальное акустическое давление. То есть ПАТ мы задаем в виде вот такого синуса, где известна начальная фаза и ПАТ – амплитуда колебаний давления. По поводу амплитуды мы считаем, что пузырек растягивается от положения бинодали, то есть от линии фазового равновесия. И максимально куда он может растянуться – это до линии термодинамической устойчивости. Вот она, сплошной линией обозначена, так называемой линией спинодали. Опуститься ниже мы не можем, потому что жидкость, на картиночке показано, что жидкость переходит в другое состояние. Ну и предлагается не доходить до одноточки конечной, а взять где-то 95% вот этого уровня. Для вычисления начальной фазы нам необходимо знать момент появления первого заротыша в безэффектном объеме жидкости. То есть это момент времени как раз-таки Т1, и в этот момент времени давление в жидкости будет В1. Предлагается численным методом, численным интегрированием определить, это формула из теории зародыша образования, определить это время Т1, затем рассчитать давление. И теперь второй вид импульса, который предлагается рассмотреть, это одиночный импульс отрицательного давления. Вот он представлен на графике, на рисунке, и это экспонента. То есть давление меняется как экспонента, где учитывается та же самая величина, то есть начальная точка появления зародыша, Т1, температура. Здесь, в этом пункте, также находится численным методом, находится время появления Т1, время появления первого зародыша. И третий случай – это искровая кавитация. Ну, чтобы не занимать много времени, скажем, в конце, что мы получаем. То есть искровая кавитация приводит к кавитации внутри потока жидкого металла. То есть в жидком металле возникают пузырьки, в которые испаряется металл, паровые пузырьки заполнены парами металла. В этом случае ударная волна, ее поведение определяется вот таким уравнением. Это та же экспонента, в которой только не учитывается уже время появления Т1. Вторая глава посвящена цитику методам Рунги-Кута, поскольку задача решается методом Рунги-Кута. Но я подробно останавливаться не буду. То есть описывается, какие есть методы, когда они применяются, и обосновывается разумность применения этих методов к решению данной конкретной задачи. В третьей главе все, что запланировано в первой, уже непосредственно реализуется. Это блок-схема, который показывает, что есть написана основная программа. То есть мной на языке программирования Fortran написана программа, которая взаимодействует с различными подпрограммами. Поясню. Она запрашивает начальные условия задачи. Дальше обращается к отличному массиву данных, из которого берет данные. В данном случае по воде мы рассматривали воду. Понятно, что здесь дискретные значения, их необходимо аппроксимировать. Есть подпрограмма аппроксимации, расчета температурных зависимостей. Отдельно существует численный код или программа расчета времени растяжения, T1. И вот взаимодействуя со всеми своими частями, основная программа дальше передает все под программу, которая непосредственно решает уравнение, и подает результат в виде цифр, в виде графиков. Ну, надо несколько слов сказать, что уравнение в той форме, в которой оно было представлено, конечно же, мы в компьютер не можем положить. И требуется, ну, здесь, не буду на подробностях останавливаться, некая нормировка уравнения, то есть приведение его к такому виду, который мы можем уже обрабатывать, который мы можем заложить в численный код. Вот эта обработка. И в конечном итоге мы получаем из уравнения кавитации, получаем систему, вот она, эта нижняя система, систему двух уравнений. И вот именно в таком виде она вписывается в программу. В Фортране есть специальный отдельный модуль, который умеет проводить дифференцирование, вот как раз вторую производную. И выборочно приведен код программы, это небольшой кусочек, полностью он есть в диссертации. Вот отдельно здесь мелко, но мне тут сложно было сделать. Это программа численного определения времени растяжения Т1, то есть времени появления первого зародыша. И несколько результатов. В целом в диссертации порядка 35 графиков для различных начальных условий. Ну вот здесь приведены несколько из них. Верхние графики показывают саму амплитуду колебаний пузырька, то есть отношение конечного R к начальному. И нижние графики – это ускорение стенки комбинационной полости. Ну вот видно, что от начальных условий, в зависимости от температуры, мы получаем совершенно разные результаты. Вот даже на этом графике до 30 раз увеличивается амплитуда пузырька. И из теории команденного зародыша образования можно взять выражение для расчета давлений и температуры внутри таких кавер. И теперь уже имея на руках вот это вот отношение, сделана оценка, математическая оценка, которая говорит о том, что давление может достигать при определенных условиях 10 восьмой степени паска внутри пузырька, а температура порядка 10 в шестой. Поэтому тем самым вот такое теоретическое подтверждение есть некая сходимость с результатами, которые были представлены ранее в САЛИС. Второй случай, то есть уже рассматривается одиночный импульс. В этом случае уравнение кавитации немножечко видоизменяется с учетом изменившегося ПР. Точно так же приводится к форме, которую можно затем запустить в программу. Ну, в таком виде. И дальше уже работа идет в программе вот с этой системой уравнения. Это одиночный импульс. Есть результаты. Тут идет отсылочка к результатам экспериментальным. Тут на графике есть три графика для разных условий. Сплошные линии – это результаты экспериментальные. Да, сплошные, кривые, экспериментальные. А кружочками обозначены теоретические. Вот мы видим тоже хорошую исходимость теоретических результатов. И экспериментальных есть отсылочка на литературу. И третий случай – искровая кавитация. Точно так же приводится к системе уравнений, которая затем уже может обрабатываться компьютером. И вот код программы численного решения искровой уравнения искровой кавитации. Ну и несколько слов. Можно сказать, что после получения результатов были проделаны расчеты для искровой именно кавитации для двух температур 300 градусов и 340. И были сделаны выводы по графикам, что существуют определенные давления внутри жидкости, внешние давления, вот это мы их назвали предельные давления, выше которых этот процесс, из-за травой кавитации, уже не наблюдается. При давлениях порядка, вот этих предельных, кавитация происходит в виде роста пузырька, его схлопывания и затем дальнейших осцилляций с небольшой амплитудой. Ну и в качестве результата, я скажу, 4 таких основных результата, проведено численное исследование гоногенной кавитации. В частности, построен алгоритм численного решения этого уравнения. Методом численного решения исследована динамика кавитации в трех случаях, то есть в случае синусоидального удаления, в случае одиночного отрицательного импульса и в случае искровой кавитации. Дальше, на основании этих результатов определены области возникновения зародышей кавитации и проведены численные расчеты, описывающие динамику жидкости в кавитационной полости. Второе, это проведены расчеты термодинамических параметров жидкости. Наверное, все я засчитывать не буду, но из этого видно, что определены температуры, при которых будет максимальная амплитуда. В частности, получается, что где-то при 0,9 от критической температуры и чуть меньше, 0,85 от критической температуры, эффект максимальный. И под эффектом я называю максимальное увеличение амплитуды колебаний наблюдается. Опять же, рассчитанные температуры и давления, я уже раньше говорил, которые составляют 10,6 кельвинов, порядок, и давление, это 10,8 бар, построен алгоритм вычисления и создана программа для проведения таких исследований, которые можно применить к любой жидкости, любой природе, если мы знаем ее термодинамические параметры. Проведено исследование искровой кавитации, вот только что я более подробно об этом говорил. Определены размеры каверн, которые могут, то есть порядок каверн в 200 раз может увеличиваться каверн в случае искровой кавитации. И результаты этой работы опубликованы в 29 научных изданиях, в том числе в международных базах данных, это 6 работ, в ВАКовских журналах 10 работ и зарегистрированы две программы, о которых как раз сейчас я говорил. Спасибо большое, я готов. Спасибо. Хорошие темпы. Если мы с такими же темпами будем идти, мы успеем. Спасибо. Какие вопросы к докладчику в связи с его докладом? Да, 17 минут. Молодец. Ну, он все равно относится. Имеется ли вопрос? Объясню. Да, да, пожалуйста. Николай Владимирович Самсоненко. Я, ну, я потом хочу выступить. Мне это направление очень хорошо известно. Подожди, сейчас только вопрос. Хорошо, вопрос. Значит, совершенно очевидно, что в некоторых случаях, например, при искровой кавитации, отсутствие сферических семей, я это предполагаю, ну, политическим полям, это там что-то отрывается, подавление и прочее. А вы везде использовали, ну, я прошел ваши отрывера внимательно, сферической симметрии, да? Красивая форма, это все правда? Насколько это оправдно? Я могу ответить? Да. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Да, действительно, в некоторых случаях, может быть, даже в большинстве случаев, там будет асимметрия, но асимметрия описывается совершенно другими уравнениями. То есть вот та теория гоногенного заросшего образования, чьи уравнения я использую, она не предусматривает асимметрии, то есть только для асимметричных полостей. Поэтому это отдельная задача, она решается совершенно другим способом, и, может быть, на будущее это хороший из отделов, для того, чтобы этой задачей заняться. Я думаю, что она на порядок сложнее представленной, поэтому это перспектива, к которой еще стоит прийти. В переводе на русский язык, задача очень интересная, а это был первый этап. Да, абсолютно верно. Доктор Скоричев. Спасибо. Удовлетворенно? Да, конечно. Еще какие вопросы? Всем все понятно. Николай Павлович, пожалуйста. А почему был условный выбор языка фартрана как языка? На самом деле здесь можно абсолютно любой язык использовать. Фартран выбран личным пристрастием. Потому что фартран... Язык нашего поколения. Да. Фартран у меня знаком больше, поэтому я в нем лучше разбираюсь. Только вот этим личным интересом к фартрану. Но можно было писать на чем угодно, на любых языках. Результат, я думаю, не отличался бы. Николай Павлович. Вы думаете, Фарина? Ну, кроме того, можно я добавлю, у меня родилась мысль. В фартране есть вот те самые дополнительные модули, которые позволяют решать вот эту конкретную задачу. Я имею в виду, что алгоритм дифференцирования. Спасибо. Еще вопросы будут? Если больше вопросов нету, то формально мы можем объявить технический период на 4 минуты. Нужно ли это делать? Не нужно, да. Хорошо, в таком случае, спасибо. Слово предоставляется научному руководителю соискальки, Кулялу Дмитрию Сергеевичу. Я крайне радко. Коля очень много интенсивно работал над этой темой. Николай Юрьевич. Николай Юрьевич очень интенсивно работал над этой темой в конце 90-х, в начале. 2000-х, но потом по обидчивым причинам, к сожалению, защита тогда не состоялась. И защищаться все равно нужно для того, чтобы двигаться вверх по общественной научной лестнице. Поэтому некоторое время назад, еще до наступления первого всадника Апокалипсиса, мы... Мор первых всадников Апокалипсиса. Слишком узысканно, Дмитрий Сергеевич. Как-нибудь попросим, пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, так говорит, я как Дмитрий Анатольевич. Значит, мы возобновили эти работы, актуализировали статьи, и вот Николай Юрьевич вышел на защиту. Ну, действительно, он работал один промежуток очень интенсивно, потом некоторое время не так интенсивно работал. И вот в последнее время мы довели до конца. Ну, очень активный и трудолюбивый молодой человек. Спасибо. Спасибо большое. Имеются ли вопросы к Дмитрию Сергеевичу? Нет. Спасибо. Слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому-секретарю Совета. Демидова Анастасия Вячеславовна. Пожалуйста. Или имеется заключение организации Федерального государственного автономного образования, учреждения высшего образования, Российского университета дружбы и народов, принятая на заседании камеры по укладной нормальски теории и вероятности по биофизмам, математическим и естественным наук, где была выполнена диссертация. Содержание заключения положительных. Также в Совет поступило три отзыва на автореферат и один отзыв на диссертацию. Все отзывы положительные, если мы не против, я только обзору. Не против. На диссертацию поступил положительный отзыв, не содержащий критические замечания от Морозова Виктора Семеновича, кандидата химических наук, заместителя генерального директора ООО НВО ПРОВАГУ. В отзыве отмечена актуальность темы диссертационной работы, а также дана характеристика содержания работы. В качестве замечания отмечено наличие опечаток. На автореферат поступил положительный отзыв от Корпусова Максима Олеговича, доктора физико-математических наук, доцента кафедры математики физического факультета ВИНГУ. В отзыве дается характеристика решаемых диссертаций задач и содержится следующее замечание. В тексте автореферата не указаны принципы, положенные автором в основу выбора оптимального порядка схемы рунгифута, а также из автореферата неясный, используя для автора уже готовую реализацию метода рунгифута или свою собственную. Второй положительный отзыв на автореферат поступил от Витякова Николая Павловича, кандидата физико-математических наук, доцента Российского государственного социального университета. Отзыв содержит характеристику содержания автореферата, отмечена актуальность решаемых задач и замечание отзыва на собередов. И третий положительный отзыв поступил от Витякова Николая Нерсеновича, кандидата физико-математических наук, доцента Российского университета государственного социального университета. Отзыв содержит характеристику автореферата, отмечена актуальность задач и решаемых диссертаций. Замечание отзыв не содержит. Спасибо. Ответьте, пожалуйста, на замечание. Да, ну, замечания были по поводу использованных алгоритмов. Тут я, наверное, уже немножко ответил, частично ответил на этот вопрос, что был использован готовый алгоритм, заложенный в фартране. Поэтому выбор именно этим предупределен. Все, да. Спасибо. Анастасий Вячеславович, продолжим. Первая, понятно. А, это должен я говорить, прошу прощения. Вы не видите, а я зачитаю. Простите меня. Нет, нет, нет. Мы договорились, что Блинкова мы зачитаем потом, чтобы не обижать. А присутствующая, понятно, есть. Евгений Евгеньевич Перепелкин. Доктор физмот-наук. Можете с места, можете выйти в доски. Как вам идут наук? Да ладно, я выйду. Спасибо. Отдак официального оппонента на диссертационную работу Кравченко Николая Юрьевича компьютерное моделирование акустической кавитации в жидкости представлено в защите диссертационного совета ВДС-200-001 при Федеральном удовольствии и экономии в законном учреждении высшего образования Российскому исследованию народа на соискание ученой степени кинеза физико-математической наук по специальности номер 5.13.18 кинеза физико-математическому моделированию численные методы и комплексы программ актуальность и диссертационной работы Применение мощного ультразвука сегодня лишь согласно лиц в целом ряду важнейших технологических процессов она также находит широкое применение в самых радых областях медицинских. Ключевое значение здесь принадлежит такое явление, как кавитация, а именно появление в жидкости фифровых и газовых плывков, их рост в кульсации и сломывание под действием переменного давления, называемого акустическим давлением. В математической точке зрения процесс кавитации описывается не менее на дифференциальном уравнении второго порядка, неоднородным, решение которого в общем виде найти, наверное, невозможно. Таким образом эффективность внедрения новых ультразвуковых технологий на практике часто сдерживается тем, что законы развития кавитации изучены недостаточно полные, как правило, требуют численного матемического моделирования. В представленной диссертации исследуются явления акустической кавитации жидкости путем анализа уравнения теории завородовыша образования в раме решается численно. В результате создается компьютерная модель акустической кавитации, предполагивающей следовать эту явление. Таким образом, тема диссертационной работы Кравченко и Николая Юрьевича в компьютерном моделировании акустической кавитации жидкости является актуальной педровознилой специальности 05, 13, 18 математическое моделиру нечисленные методы и комплексы программ. Характеристика содержания диссертационной работы. Диссертационная работа с целью произведения, трех главных заключений, список литературы и приложения. В основе тех диссертации изложено на 118 страницах, содержится 45 иллюстраций и 6 таблиц. В списке гипотографических ссылок используются при работе на тему диссертации. Насчитывает 140 наименований. В выведении обосновывается актуальность исследований, проводимых в диссертационной работе. Приводится обзор научной литературы, изучаемые тематические, промалируется цель, ставится задача, предлагается научная литературная практическая и теоретическая значимость. В первой главе содержится большой обзор описания различных видов кавитации. В частности, диссертант тут много уже что сказал, может быть, я этот кусок пропущу. Такого основного, что здесь я отмечу, что приводится основное уравнение в первой главе акустической кавитации заданий в различных начальных условиях и предлагается метод его численного решения. Уравнение кавитации является нелинейным. Метод решения является методом гикута. И также рассматриваются три варианта представления давления акустической кавитационной волны. Синусоидальное изменение давления, одиночный импульс отрицательного давления, ну, в кавычках, да, скажем так, и скровая кавитация, как была названа. Для каждого варианта ставится соответствующая ему математическая постановка задачи. Набор таких постановок фактически является основой, предложенной в работе модели описания акустической кавитации. Ну, вот вторая глава, как вот уже тут говорилось, она полностью посвящена методам рунги-куты. В общем, какие есть варианты, там целое семейство, описание, где какие как применяются, я тоже не буду все это перечитывать. Перечитывать. Значит, третья глава. Предложенная компьютерная модель акустической кавитации в жидкости, позволяющая производить численное моделирование по этапам. По строению математической модели, формулировку и допущение определения рамок применимости, выбор метод решения в данной работе, это метод прямого программирования, разработки и применения программного обеспечения. В данном случае, как уже было сказано, было написано все на фортране, как бы формула translate, поэтому почему бы и нет. Вот, и отладка и тестирование кода, и сравнение результатов численным расчетом с экспериментальными данными, обработка и анализ результатов учительного эксперимента, а также визуализация результата. Ну, в заключении, соответственно, формулируются основные результаты диссертации. Достоверность и новизна результатов диссертации. Ну, достоверство полученных результатов обеспечивается соответствующими расчетами значения термодинамических параметров, полученных в диссертации экспериментальным значением, полученным равен другими авторами. Значит, основные результаты диссертации докладывались На Всероссийской конференции по проблемам динамики физики частиц, физики плазмы и опытоэлектроники, это 2018-2020 год, Всероссийская научная конференция по проблемам математики, информатики, физики и химии, 2002-2003-2004 год, 8-й международной конференции по субсекундной термодинамике, термофизике, 2007 год и 9-й международной конференции информационной технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем в 2019 году. Научная новизна состоит в том, что в рамках новой модели, предложенной диссертации, проведено исследование гомогенной кавитации в жидкости. Модифицирована математическая модель акустической кавитации, позволяющая создавать широкий спектр начальных условий. Получены новые значения физических характеристик для процесса кавитации под действием мощных индусов тока. И получены новые результаты для максимальной температуры и давления в кондиционных пузырьках. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций сформулированных диссертацией. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций сформулированных диссертацией основана на значительном объеме литературного материала, а также на основе численных расчетов, полученных с использованием современных методов исследования. Выводы логично вытекают из полученных авторов диссертаций результатов, результаты исследования согласуются с результатами других авторов. В работе выполнен комплекс исследований, позволяющий использовать разработанные методы для определения препятствия и акустической кавитации, кавитирующей жидкостью. Ценность для науки и практических результатов работы. Здесь идет очень большое описание, связанное с медициной, с техникой. Если хотите, я могу зачитать, но это частично повторяется то, что было у кандидата на слайдах. Не надо. Значит, подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати. Основные результаты по теме диссертации вложены в 31 печатном издании, 11 из которых изданы в журналах, рекомендованных в АК, в том числе, свидетельство о регистрации программ 2 и 3 в журналах МЦБ и 15 в тысячах докладов. Значит, в соответствии с содержанием авториферата основным положением диссертации, авториферат диссертации правильно полно отражать ее содержание, актуальность темы исследований, навязывающих значимых полученных результатов, содержат все основные положения и выводы. Замечания по диссертационной работе. Несмотря на общую положительную оценку диссертации, необходимо отметить следующее замечание. Первое. Интересным видится исследование, рассматриваемое в диссертации уравнение кавитации на наличие и отсутствие критически подвижных точек, результат которого напрямую связан с интегрированностью уравнения. Здесь стоит отметить, что в работах Поля Бенеевье и в учеников детальным образом были рассмотрены все педагогические переливления второго порядка. Второе. Полезным было бы обсудить возможное обобщение результатов диссертации на случай сферически несимметричных каверн, вот как коллега отмечал. И третье. Такой стандартный момент. Пункт. Это в работе имеется множество опечаток сферических шерковатостей, таких как, например, в уравнении 1 отсутствует знак, производный по времени, услагаемого в 3 вторых р квадратах. А в уравнении 1 и 6 одновременно используются два подозначения с точкой, д, р, к, д, т. Ну, как бы, хорошо бы в одном стиле. На странице 76 и на странице 100 математические выражения выходят за границу страниц. Ну, то есть, прочитать невозможно, а не за границу. На странице 76 не указаны индексы суммирования. В результате индексы в левой части уравнивого совпадают с индексами в правой части. Аналогичная ситуация на странице 71, где не указана связь индексов E и E. Неверно указаны индекс сумм на странице 60 и странице 64. На странице 39 перейден график функции рисунок 1, 2, F от X, а зависимость дана от времени T. Заключение. Диссертационная работа Кравченко и Михаила Юрьевича «Компьютерное моделирование акустической квалификации в жидкости» представляет собой законченное научно-компьютерационное исследование, содержащее решение актуальной задачи исследования акустической квалификации путем ее компьютерного моделирования. Результаты работы имеют теоретическую и практическую значимость. Результаты опубликованы более чем в 31 научном издании, в том числе в журналах и сперечном рубляме. Автор реферат полностью отражает содержание диссертационной работы. Диссертация написана технически грамотно высоком научном уровне. Таким образом, диссертация Кравченко и Михаила Юрьевича на тему компьютерного моделирования акустической квалификации в жидкости является законченной научно-компьютерной работой, утвержденного ученым в Советном РУДН протокол номер 12А23-09-19, а ее автор Кравченко Николай Юрьевич заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности номер 5, 13, 18, математическое моделирование и численные методы к опыту программы. Официальный оппонент доктор физико-наук, специальности номер 5, 13, 18, госсвент профессор в кафедре квалификации и теории холи и физических факультетов МГУ им. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. Николай Юрьевич, ответьте на... Да, могу. Василий Евгеньевич, замечание. Ну, действительно, у нас уже было время с Евгением Евгеньевичем обсудить немножечко, я уже частично ответил на замечание. Опечатки ошибки будем исправлять, действительно, есть там неточности, смотрели неточности и в математических формулах, где-то форматирование съехало. Ну, в любом случае, спасибо большое за замечание. Несферическая несимметричность и... Еще были замечания. Ну, там про Канливье анализ, просто, как бы, Канливье столько времени занимался... Отвечать нужно. Да, ну, мы, на самом деле, с Николай Юрьевичем уже обсудили, что это, как бы, больше, наверное, пожелание на будущее, как бы, исследовать вот именно таким красивым математическим аппаратом, там, с помощью этой теории группы, там, вот, как бы, это уравнение. Может быть, это было украшение какой-то работы. Евгений Евгеньевич, устанавливает ли вас ответы на ваши вопросы? Спасибо. В таком случае, слово предоставляется официальному оппоненту, кандидату в физико-математических наук, Киреевой Ольге Ильиничне. Пожалуйста, Ольга Ильинична. Я думаю, что я с места не буду прочитывать полностью весь отзыв, потому что он отчасти повторяет доклад самого диссертанта и уже выставившего оппонента, и только перейдите с вашего разрешения к замечаниям и заключениям. Можно, да? Да, в целом, диссертационная работа заслуживает высокой оценки, но, тем не менее, удалось отметить замечание. В частности, на странице 199, когда автор пишет о сходимости полученных результатов с результатами других авторов, неплохо бы дать ссылки на работы этих авторов. И заключение. Диссертация правчика Клая Юрьевича на тему компьютерного актулирования «Акустическая капитация в жидкости» является законченной наукушным документом капитационной работой, предъявляющейся при предъявляемом в кандидатской диссертации согласно пункту 2.2 раздела 2 «Положение о присоединении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружно-работы», подтвержденного ученым советом РУДН протокол номер 12.23.09.2019 А ее автор, Кравченко Николай Юрьевич, заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 в математическом умировании численные методы и комплексы программ. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Юрьевична. Ответьте, пожалуйста. Да, спасибо, Илья Юрьевична. Действительно, мы учили это замечание сейчас уже в презентации. Была ссылочка на работы авторов, поэтому это замечание уже учли. Спасибо большое. Все в порядке? Да, спасибо. И в связи с тем, что в этот момент еще один оппонент, Блинхов Юрий Анатольевич, у себя на работе занят председательствованием на своем диссертационном совете, мы ему позволили по уважительной причине отсутствовать. Его отзыв вкратце зачитает Анастасия Вячеславовна. Отзыв официального оппонента на диссертационную работу Кравченко Николая Юрьевича, компьютерное моделирование акустической кавитации в жидкости, представленное в защите от диссертационного совета ПТС-2001 при российском университете дружбы народов на срискании учебных диссертационной работе, в отзыве отмечена актуальность темы диссертационной работы, отмечено, что она определяется широким успехом применения различных технологий, основанных на действии транспорта в индустрии, технику и технологии. Дальше дается краткая характеристика содержания Диссертационная работа, введение первой главы, соответственно, по главам фразы, характеристикой, достоверность и новизна результатов диссертации. Говоря о достоверности полученных результатов, автор указывает на соответствие расчетных значений термодинамических параметров полученных в диссертации экспериментальным значениям, полученным ранее другими авторами. Основные результаты диссертации докладывались на различных конференциях. Научная невизна состоит в том, что впервые проведено исследование гомогенной кавитации в жидкости, улучшена новая математическая модель акустической кавитации, позволяющая задавать любые начальные условия. Впервые исследованы процессы под действием мощных импульсов тока искровой кавитации. Впервые рассчитаны максимальные температуры и давления в периметационных кузырьках. Степень обоснованности научных положений в выводах и рекомендациях сформулированы в диссертации. Степень обоснованности научных положений в выводах и рекомендации основывается на анализе авторам большого объема литературы по рассмотренной тематике, а также на основе численных расчетов, полученных с использованием современных методов исследования. Выводы, сделанные автором диссертационной работы, вытекают из полученных результатов. Ценность для науки и практики результатов работы. Поддерживается широтой применения рассматриваемых процессов в различных областях. Кавитация находится в применении в медицине. Также отмечаются в отзыве опубликованные работы. Результаты изложены в 31 издании. 11 из них в перечне ВАГ. 3 в международных базах данных. Автор реферат диссертации правильно и полно отражает содержание диссертации, актуальность темы исследований, новизну и значимость полученных результатов. Задержит все основные положения и выводы. И есть замечания в бодисеркционной работе. Несмотря на положительную оценку диссертации, можно отметить некоторые замечания. Изложение материала в диссертации не всегда стилистически и логически аккуратно. В тексте встречаются повторные формулы их описания. Температура жидкости задается как в Цельсиях, так и в Кельвинах. В тексте диссертации утверждают, что результаты имеют хорошую исходимость с теоретическими расчетами других авторов. Но само сравнение отсутствует. Также термин «хорошая исходимость» не раскрыт. Основные выводы диссертации не подкреплены прямыми ссылками на результаты проведенных расчетов, которые приведены в приложении. Диссертация Кравченко Николая Юрьевича «Компьютерное моделирование акулистической кавитации в жидкости» представляет собой законченное научно-клодификационное исследование, содержащее решение актуальной задачи исследования акустической кавитации путем ее компьютерного моделирования. Таким образом, диссертация является законченной научно-клодификационной работой, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемой кандидатскими диссертациями согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы по народу, утвержденного ученым Советом ВДН протокол номер 12 от 23.09.2019, а ее автор Кравченко Николай Юрьевич засугуживает присуждение ему ученых степеней кандидата физико-математических наук с лицами стены 5.12.18, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Официальная панель доктор физико-математических наук, доцент Саратовского национального географического государственного университета имени Чернышевского, заведующий кафедрой математического и компьютерного моделирования Плинков Юрия Анатольевича. Спасибо. Что скажете по поводу замечаний? Ну, действительно, я согласен со всеми этими замечаниями. По поводу сходимости принимать такие замечания, будем дальнейшими более аккуратно проходить к терминам. Почему расскажу? По поводу ссылочек, вот уже в этот вопрос возникал ссылок на авторов, которые ранее рекомендуют работать. Все замечания хорошие, спасибо, принимаемся, будем с ними дальше работать. Хорошо, Николай Юрьевич, теперь мы переходим к дискуссии. Кто хочет выступить? Кто хочет выступить? Я хочу. Николай Юрьевич, просто у вас. Не более полутора часов. Не более полутора часов. Спасибо большое. Я надеюсь, что уложу. Вы знаете, вашему ученому совету крупно повезло. Представлена такая прекрасная работа, это правда, с таким огромным запасом. Смотрите, с момента первой публикации до последней, прошло 25 лет. Я ему много раз разговаривал, почему ты не защищаешься, приходи ко мне, я тебе помогу и так далее. То есть с огромным запасом сделана работа, раз. В том числе и по публикации. Второе, конечно, ему повезло, Дмитрий Сергеевич так элегантную форму придал. Красивое такое завершение. Не побоясь включить все те старые работы, которые были. Об этом я отдельно скажу. Просто красивое, без всякого упоминания о так называемом холодном ядерном синтезе, который в настоящее время объявлено уже наукой. Это тоже отдельная история. Кстати, у истоков лежало именно это направление. В начале 90-х годов, когда наш университет был объявлен головным по этой программе в рамках РАН, в России как именно, было выдано финансирование, денег какие-то были от РАН. Я предложил его нужному руководителю, Михаилу Ромичу Маклиникову, моему земляку, 40 километров мы, так сказать, жили до войны. До сорок, как долго мы живем? Я родился до войны, и он до войны. Это тоже отдельная история. Знаете, да? Ну мы знаем. Просто защита расходства. Да. Так вот, я предложил, я говорю, слушай, есть выносирование от президиума РАН, Цельвона, да, подчеркиваю, не РАН, а РАН, Российская Крема наук и так далее. Он отказался, говорит, у меня своя тема есть, по министерству бороться. И он продолжал взрывать проволочки, вместе в школе. Ну как-то, скажем так, у Мартырюка некое трамвайное отношение было к такой удающей тематике, как холодный ядероситез, потому что к тому времени за это направление типичным примером холодного ядероситеза является мемионный каталис. И Нобелевскую премию присудили. За имену каталис. Представляете? Вот, наглядно присудили. Нам нужно слушать по теме выступления. Ну, короче говоря, ежу понятно, что это вот политическое решение было. Я к Мартырюку потом, когда образовали комиссию по лженауке, обратился, я говорю, а не хотите ли выставленного в семинаре? На моем семинаре, вот, я тут передал консультирую. Я уже отдал, спасибо. А зачем? А, отдам. А все, две защиты, Николай Владимирович. Ну, короче говоря, Мартырюк продолжил вот это направление, это направление, и Роберт Нигматуллин, академик, ран подчеркивает, через 10 лет после создания вот этой комиссии по лженауке имел смелость выступить, ну, вблизи, в нашем университете, в том числе, в зале номер один. Я слушал доклады, обслуживал с Роберт Нигматуллин все эти проблемы. Я хочу еще сказать, что вот это вот, с моей точки зрения, важное направление, важное направление, холодное единистрит, является маленькой частью, так сказать, вот этого огромного такого направления, понимаете, да? То есть масса приложений здесь, от грибных виток, как вы видели, да, до приложения в медицине, до холодного ядеросимыца. И вы правильно сделали, что вот этот холодный единистр, так называемый, вообще в эту проблему не включат. То есть работа, я бы сказал, конечно, гораздо выше среднего уровня кандидатской диссертации. Еще раз повторяю, делать честь вашему учебному совету, вам просто повезло. Я так думаю, поскольку, коль скоро он уже набил руку в этом программировании, ему надо придать некое ускорение вместо 25 лет для того, чтобы сделать диссертацию кандидатскую. Я думаю, что он года за два, за три сделает докторскую диссертацию под мудрым руководством, да, вот уже научный консультант, здесь был руководитель, который далеко смотрел. Я об этом расскажу. Не надо? А, я не обнаружил ошибку. Закрепляться. А, не надо, не буду говорить. Ну вот, в роли научного консультанта, а не научного консультанта, выступим, опять, Дмитрий Сергеевич Гулябин, значит, за пару лет, я так думаю, сделали докторскую диссертацию, тем более пора спешить, уже 50 лет тебе давно минуло, я это знаю, поэтому, вот, остается только пожелать успехов. Спасибо большое, Николай Дмитрий, спасибо. Еще будут желающие выступить. Да, Николай Дмитрий, можно? А, можно вырекать с места? Да. Да, и не очень долго. Нет, я даже в рамках, скорее, дополнительных просто вопросов диссертанту, но вот такой вопрос возник. Вот в ходе исследований каритации, которая длится много десятилетий уже, да, если, наверное, 100 лет скоро будет, высказывалось предположение, в зависимости от частоты внешнего воздействия, что, наоборот, чем меньше частота, тем легче она возникает, оно возникает, это явление. Вот что-то по результатам вашей работы в этом смысле прояснилось. Вот вы приводили для ультразвука, вот, для артера, но, ну, синусоидальной волне, да, и там в качестве параметра снова фигурирует частота. Вот как от частоты, от частоты зависят все вот эти явления, которые возникают. И другой вопрос. Вы подчеркивали, что ваше основное отличие – это голоденная кавитация, то есть без, в жидкости без дефектов, то есть там, где возникают эти зародыши, они заранее ничем не обозначены. А как это в вашей программе реализовано, то есть где все-таки тогда возникают эти козырьки при протекании данного процесса в вашей модели? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот, ну, по поводу первого. Так. Сейчас, это волновался, выскочил из головы. В зависимости от частоты. Да, в зависимости от частоты, или что, примерно, частоты, предел в том, что вот в данном исследовании нигде не наблюдалось такой зависимостью от частоты. Там можно сделать разные предположения, что при разных частотах внешнего давления, внешне-апустического давления, возможно будет разная, допустим, скорость движения стенки кавитационной полости, и поэтому это может отразиться, например, то есть это может отразиться и на температуре, и на других параметрах. Но такого вопроса мы не затрагивали, не рассматривали. Спасибо большое. Еще выступления имеются? Если нет, то мы перейдем к чему-то. Да, конечно, конечно, Евгений Григорьевич. Буквально два слова, действительно. Во-первых, я хочу сказать, присоединяясь к мнению комментов высказан, и вот, потому что Николай Владимирович очень подробно говорил, так сказать, о работе, конечно, явно превышающей, так сказать, уровень стандартной кандидатской диссертации, и направление, так сказать, само по себе очень интересное, не так много, сколько-нибудь, так сказать, точных результатов и численных результатов в проблеме, ну, по сути дела, неравновесных фазов перехода первого рода, если рассматривать проблему кавитации, более в общем, так сказать, ключи. Так что выбор темы, мне кажется, он более чем актуален и заслуживает, конечно, продолжения, так сказать, и, как Николай уже говорил, уже, как говорится, пора. Вот. А по существующему мне хотелось бы, тоже в плане пожеланий, так сказать, на будущую работу диссертанта, значит, поскольку рассматривается и такая чисто физическая, так сказать, сторона проблемы кавитации, и технологической, так сказать, применения и так далее, было бы чрезвычайно интересно посмотреть энергетические соотношения, энергетическая эффективность разных процессов. Мы даже с Николай Юрьевичем так приватно, так сказать, уже обсуждали эту тему, я думаю, что у него есть тоже соображения. Мне кажется, вот стоило бы продолжить в этом смысле, потому что, сколько скоро здесь уже речь идет о технических, так сказать, применениях, то понятие энергетической эффективности, но какого-то, в общем, понятия, может, перецентно-болезного действия, как уже навесный термодинамик, то здесь, наверное, очень унесло. Вот. И я, так сказать, отсюда уши желаю Николай Юрьевичу, так сказать, продолжение этой темы и скорейшего выхода уже на следующий, так сказать, уровень, на следующий ступень. Спасибо большое, Юрий Григорьевич. Ну и я думаю, что на этом мы дискуссию завершим и предоставим соискателю возможность заключительное слово. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые председатели диссертационного совета, гости, уважаемые оппоненты, я хотел бы поблагодарить всех и присутствующих за огромную поддержку, за огромную помощь, оказанную мне и при подготовке, и при защите. Огромное спасибо хочу высказать своему научному руководителю. Как уже говорилось, нам удалось достаточно сжатые сроки, интенсивно завершить эту работу, хотя она длилась достаточно долго. Хотелось бы поблагодарить своих коллег, которые, скажем так, подталкивали, что тоже немаловажно, подталкивали к завершению этой работы. Поблагодарить свою семью за то, что они дали время, говорили, уходи, папе не мешай, папа не дергай, он пишет диссертацию. Ну и вот, может быть, отдельное даже такое спасибо я хочу сказать, что я уже сказал человеку, который по собственной абсолютной инициативе нашел время, взял автореферат, сложно ему очень было найти время, я сейчас скажу, про кого идет речь. Он вычитал досконально с ручкой, с карандашом весь автореферат, прислал мне огромнейший список замечаний, и мне, для меня было вообще большой честью их исправить, внести в автореферат, и не только автореферат в диссертацию, с исправленными замечаниями, он стал, вернее, с исправлением выглядеть значительно лучше. Я сейчас говорю про член-корреспондента Российской Академии Наук Виктора Ильича Регисунисова. Поэтому всем большое спасибо, еще раз. Спасибо, Николай Юрьевич. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Не оригинально, это люди, которые составляли экспертную комиссию. Малых Михаил Дмитриевич, Дружинина Ольга Валентиновна и Рыбаков Юрий Петрович. Я надеюсь, вы согласитесь. Я думаю, что Михаил Дмитриевич отработает. Спасибо. Если нет возражений, то ставлю на голосование. Кто за? Спасибо. Против? Нет. Воздержавшихся? Тоже нет. Принято единогласно. Итак, объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Я, извиняюсь, не поздоровался? Не уснул. Потихоньку стареет, стареет. А потом просмотрелся, и руки помнят. Я вам присоединила. Это можно было написать. Так, это ваш адрес. Так, это ваш телефон. Телки, перескану. Нет. Скажите, как забрать? Значит, смотрите, я вот сюда вышлю вам. Вы по этой ссылке откройте свою защиту, сделайте стенограмму. А я буду параллельно готовить так называемый ваковский диск, который идет в документы. Эти все три диска я отдал в диссертационный отдел. То есть, они ничего от вас забирать уже не могут? Ну, мне надо было пораньше забирать, но сейчас они уже там все. Они вас знают. Это вот прям, который нам... Марина Юрьевна, да. А Марина Юрьевна? Все в отличие. И после этого будет еще... Сейчас я вам покажу. Проказ выходит еще. Я думаю, что нет ничего. Второй, третий. Доктор 20 где-то. То есть, минут 20. Один пойдет в архивную. Вот такая вот система. Вот я тут. А все, кто выступал. Вот, и вот это папа с фотографиями будет садить в диск. Ивану два диска это отдаются, когда делать так все одинаково. Вот. Иногда бывает, что я все же забираю. Поэтому я не... Кто забирает, то есть, не важно. И все, не нужно. Вот. А третий, куда важно. Значит, если мы с вами встретимся, я вам буду звонить. Я знаю, что почти не вижу. Если сфотоном манировали, у кого есть в коробочках. Вы приходите, говорите, вот я хочу забрать. Тогда вам дадут ответчик. Вы с вами находите в конец. В любом случае, это даже до вашего звонка. И там мы с вами обсудим. И еще одно замечание, которое я хочу не делать. Я все время забываю, а потом начинаю страдать. Когда я вам сделаю ссылку, Вы сразу скачайте этот материал. С тем, чтобы я мог освободить место. Вот у меня постоянно, особенно сейчас вот эти дни. Как бы вчера был приносит. Я сейчас буду их уже выставить. Уже выставил на... Сам я. Значит, я буду просить, чтобы они быстро скачали. Вы посмотрите, вот скачаете, мне сообщаете, что скачали. Это достаточно. Объем примерно какой? Не важно, какой был. За 10 профиль с метра держался. Объем памяти примерно? У меня память 21 гектр. Вы такой, если еще не 5? А, где защита, где 6 примерно. Как я делаю? Я объединяю все файлы. Потом программа сама сжимает по минимуму. А уже после того, как вы скачали, когда мой художник, меня делает, мой художник, мой академий художник, я ему тоже отправляю. Он все скачивает. И после этого я делаю сжатие до диска 4,7 гм. Между, даже 4,2 гм. И это уже идет в дело. Это такая схема, она довольно большая, многоэтапная, занимает много времени. Но, тем не менее, это не так. В принципе, по положению я должен это все делать 2 недели. А я уже лакошки буду практически до понедельника. Ну, все, спасибо. Аккуратненько. Буквально сегодня звонит. Вчера была защита нормальной физиологии у медиков. Спасибо. Вот не могу это открыть, не могу открыть, не могу открыть. Она так написала, что адрес 1-й школе пропущен. Пока мы это выяснили, я не помню. А так бы она давно бы уже скачала. А вы доступ предоставляете по вот этому адресу, да? Вот этот адрес ваш. Я вам... Вы находите, открываете, сразу видите, сразу скачаем и мне сообщайте, что скачали. Я еще буду просить художника тоже скачал, потому что он выдирает вот эти файлы вот эти вот скачали. Ну, после этого я уже могу освобождать место. Ну, потому что не проще, что я именно на терабайт, или на 500 гигабайт. Ну, это каждый месяц надо платить достаточно большие деньги. А у меня рисуют такси счетных комиссий. Ну, раз в этой... Итак, день, год, кормят. Для нас голосования по вопросу о присуждении ученые степени кандидата физико-математических наук Кравченко Николая Юрьевича за 10 против 0 недействительных 0. Спасибо за внимание. Спасибо. Поздравляйте. Не возьмите. Вы меня областите. Вот вы как подсудите. То за утверждение протокола счетной комиссии прошу голосовать. Спасибо. Против? Нет. Воздержавшихся? Тоже нет. В таком случае протокол счетной комиссии утверждается единогласно. И нам еще нужно принять заключение диссертационного совета по проведенной защите. Наверное, вы читали про это заключение. Возможно, у кого-то есть замечательный... У всех есть, пожалуйста, у кого-то из замечательных. Ознакомились. Да, ознакомились. Есть ли какие-либо замечания? Явных нет. В целом можно принять. Сейчас нельзя говорить в целом. Принимаем. Да. Дело в том, что лично я правил господа малых Дружинина и Рыбаков составляли очень аккуратно под чутким руководством Куляпова. Так что очень многие принимали участие в написании и редактировании. Хорошо. В таком случае кто за принятие текста заключения прошу голосовать? Спасибо. Кто против? Воздержавшиеся? Тоже нет. Заключение принимается единогласно. Сейчас тушь. Таким образом диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук представленная Кравченко Николаем Юрьевичем является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи исследования акустической кавитации в жидкостях путем анализа уравнений теории зародыша образования, имеющие важное научное значение. Работа отвечает всем требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование численные методы и комплексы программ. Согласно пункту 2.2 раздела 2 положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов утвержденного ученым советом РУДН протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года. На основании тайного голосования Кравченко Николая Юрьевича присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05 13 18 Математическое моделирование численные методы и комплексы программ. Имеются ли замечания по ведению диссертации? Если замечаний нет, то все прошло успешно. Мы поздравляем Николая Юрьевича с успешной защитой диссертации. Повестка поздравляем вас.